МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках весенней призывной кампании. Женский маджлиз в духовном центре. Самое масштабное мероприятие для представительств прекрасной половины организовал отдел просвещения Мухианта-Республики. Медицинские консультации и обследования бесплатно. Во Всемирный День здоровья в Махачкале прошли акции, приуроченные к знаменательной дате. Здравствуйте! Это программа «Итоги» на канале ННТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях минувшей недели расскажем прямо сейчас. На неделе в Москве состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Также в ходе встречи Сергей Меликов рассказал президенту о мерах по профилактике в пандемии в регионе, отметив в этом деле большую роль Муфтията-Республики. Глава государства попросил Меликова передать благодарность духовенству Дагестана за работу. Безусловно, большую роль играет та работа, которую сегодня проводят с населением, прежде всего с возрастными группами населения в районах. Ну и, конечно, хотелось бы отметить Руль Муфтията. Они с первого начала пандемии очень активно работали по предотвращению заболеваемости и сегодня продолжают власти помогать в этом отношении. Около трех тысяч новобранцев из Дагестана пополнят в этом году ряды вооруженных сил России в рамках весеннего призыва. Республиканский сборный пункт приступил к выполнению соответствующих мероприятий, которые продлятся до 15 июля. На главные вопросы о призыве срочников и их возможном участии в специальном операции в Украине ответил военный комиссар Дагестана Дайдбек Мустафаев. По его словам, наши солдаты-срочники будут проходить службу в субъектах России. За пределы страны никого не отправят. «Хотел бы обратить внимание наших родителей, которые беспокоятся за своих детей, что ни один призывник, направленный для прохождения военной службы по призыву, для участия, проводимой в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на территории Украины специальные военные операции направлены не будут. Еще раз хочу обратить, ни призывники, ни граждане, которые находятся в запасе, заключенные в резерв, для этой цели направлены не будут. Они будут проходить службу все призывники на территории Российской Федерации. Наши призывники будут проходить военную службу во всех видах и родах войск, вооруженных сил Российской Федерации и в других министерствах и ведомствах, где законом предусмотрена военная служба. В частности, в Росгвардии, возможно, в МЧС и в других силовых органах. У нас страна большая, самая большая страна в мире. Наши призывники будут проходить во всех округах, начиная от Калининграда, Севастополя, Сахалина, ну и наших других регионов, где дислоцированы воинские подразделения, Министерство обороны и других органов исполнительной власти. На этой неделе стало известно, что у должников в Дагестане появилась уникальная возможность на сохранение прожиточного минимума на счету при взыскании задолженности. Для этого гражданину необходимо лично обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. Также люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в суд или в иной орган, к должностному лицу, выдавшему исполнительный лист с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочке выплаты долга. С 1 февраля 2021 года реализована граждан Российской Федерации на сохранение прожиточного минимума. Для этого гражданину необходимо направить заявление в службу судебных приставов о сохранении прожиточного минимума. В заявлении необходимо указать фамилии, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность, реквизиты исполнительного документа, реквизиты исполнительного производства. Кроме того, необходимо указать один из номеров счета в банке, где будут сохранены соответствующие денежные средства. Судебный пристав-исполнитель, изучив соответствующие документы, поступившие к нему, вынесет соответствующее постановление и направит его в банковское либо кредитное учреждение. Кроме того, у граждан Российской Федерации также есть возможность отсрочить либо рассрочить исполнение исполнительных документов. Для этого необходимо обратиться в суд либо к соответствующему установленному должностному лицу. Отсрочка представляет собой возможность гражданина перевести исполнение исполнительного документа на определенную дату. Рассрочка – это определенные интервалы времени, в течение которых выклачиваются соответствующие денежные средства. Суд, либо иной уполномоченный орган, рассматривающий данное заявление, изучит материальное положение гражданина, представленные им документы и приведет соответствующие решения. К другим темам. Хранилище фруктов и овощей на 2000 тонн. В Китилюковском районе появился склад, построенный за счет государственного гранта на развитие материально-технической базы сельхозпотребкооператива. Используемые на объекте передовые технологии дистанционного контроля температурного режима позволят обеспечить сохранность продукции на долгий срок. Здесь мы используем передовые технологии по хранению абсолютно любой продукции. То есть можно, начиная от яблок, винограда, сливы, заканчивая картофелем, морковью, хранить продукцию на длительный промежуток времени от 3 до 6 и выше месяца. Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Батал Баталов вместе с руководцем муниципалитета осмотрел все 10 камер объекта. На данный момент около 200 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств района планируют этим летом поместить свою продукцию в новые хранилища. Тем самым объект обеспечит хранение до 70% всей продукции, выращиваемой в этих краях. Сегодня мы в республике имеем хранилище на 20 тысяч тонн. Ну, где-то они уже, наверное, устаревшие технологии хранения. Сегодня идет, уже надо, полным ходом строительство и разработка проектов. Новые, современные, значит, строятся хранилища. Хранилища из газовой среды для долгосрочного хранения плодовощной продукции. Поэтому в ближайшее время у нас в республике обеспечено будет хранилищами где-то объемом на 40 с лишним тысяч тонн. Но этого тоже, наверное, недостаточно. Есть задачи, поставленные руководством республики, чтобы иметь мощные логистические центры на севере республики, в центре, значит, республики, в районе Манас или Махачкала и на юге, ближе, наверное, к границе и так далее. Улучшается совместная работа органов власти и институтов гражданского общества. Об этом было сказано на встрече муфти республики шейха Ахмада Фанди с главой дагестанского парламента, которая прошла на неделе. Заур Аскендеров пришел в гости к духовному лидеру мусульман республики поздравить с наступившим месяцем Рамадан. В ходе беседы глава дагестанского парламента рассказал о работе депутатского корпуса. Заур Аскендеров поблагодарил шейха за проводимую работу по сохранению согласия в обществе, духовно-нравственному воспитанию молодежи и вручил ему памятный подарок. В Духовно-просвитском центре имени пророка Исы, мир ему, состоялось самое масштабное республиканское мероприятие для женщин, приуроченное к священному месяцу Рамадан. В нем приняли участие более 4 тысяч представительств прекрасной половины с разных районов и городов республики. На праздничном Ифтаре побывала и наша съемочная группа. Подробности у Малики Курбановой. Чтение Корана, живое исполнение нашидов, суры из священного писания создавали в этот день особую атмосферу духовности и единения. О воздухе витали ароматы костра и готовящихся блюд. Одно из главных угощений вечера – плов. Это у нас основное блюдо. Помощников у меня хватает человек 5. Блюда, да, разные, но основное, конечно, он всегда плов. Приглашенные делились пожеланиями счастливых дней, наполненных крепкой верой, молитвами, смирением и покаянием. Говорили о роли женщины в исламе, давали советы, как получить вознаграждение в месяц Рамадан. Звучали в адрес представительниц прекрасной половины и слова благодарности от мужчин. Есть такая известная фраза «За каждого великого мужчину и смиренного женщина, и в этот месяц, в этот совершенный месяц, конечно же, мужчина не смог бы полноценно, наверное, провести этот месяц Рамадан без помощи женщины». Выступающие подчеркивали внешнюю и внутреннюю силу женской красоты. Говорили о том, что она – главный хранитель семейного очага. Как отметила советник Муфти Айна Гамзатова, именно женщина – гарант стабильности для своей семьи. И очень важно, чтобы в душе каждой из них были покой и умиротворение. Это очень символично, что мы собрались в духовном центре. Нас объединяет он уже на протяжении нескольких лет. Рамадан тоже собирает всегда нас вместе. Поэтому я очень надеюсь на то, что это единение, оно будет облагораживать наши души, очищать их. А благородные души, вы знаете, в них всегда живет желание помогать друг другу, поддерживать друг друга. И я думаю, за счет таких людей держится Дагестан, Россия. И будет мир обязательно. Женщина – это источник силы для своей семьи. Я желаю, чтобы этот источник укреплялся, возвышался, был надежным. И чтобы от нее шли вот эти волны не только для ее семьи, но и для всех вокруг. Организатором этого благодатного вечера выступил отдел просвещения при Муфтиятии Республики. Основная задача подобных мероприятий – объединение людей на принципах добра и милосердия в священный праздник. Мы объединили всех женщин Дагестана на Ифтар именно в духовном центре, который объединяет нас всех. Для женщин это, во-первых, объединение, разделить любовь, дружбу, уважение друг к другу, показать, как мы любим и уважаем месяц Рамадан, как мы любим Всевышнего Аллах и как мы любим нашего пророка Алия Силяту Саляму. Рамадан объединяет, а еще собирает за одним столом представительниц разных профессий. Среди гостей республиканского маджилиса были и известные женщины-министры. Я хочу сказать искренне слова благодарности Фатима Адзеярбековне, всему Муфтияту за то, что такая огромная работа проводится для того, чтобы в нашей республике царили мир и согласие. Мир и согласие царили в каждой дагестанской семье. Вот огромная благодарность и за это сегодняшнее мероприятие, за необыкновенное тепло, которое создали люди, которые прежде всего здесь присутствуют. Конечно, это очень значимо в священную пятницу, в священный месяц Рамадан проводить такой республиканский женский маджилис. Он сближает, он сближает женщин, он дарит им радость, он дарит им вдохновение, вдохновение на жизнь, вдохновение на того, чтобы расти детей. Он открывает душу, согревает душу. Поэтому эти мероприятия сближают людей, тем более в нашей сейчас тяжелое время. В этом году и вторые единства проходят на площадке духовного центра каждый день. И примечательно, что в большом графике мероприятий самому масштабному женскому маджилису было уделено отдельное и особое внимание. Малика Курбанова, Нурмагомед Магомедов, ННТ Махачкала. Из Махачкалы в Крым, а затем в Донбасс отправлено 20 тонн гуманитарного груза. Две недели назад в столице Дагестана был создан пункт сбора гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик. Мэр Махачкалы Салман Дадаев лично проводил гуманитарный груз. А вместе с помощью поручил начальнику городского управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Донбасса наилучшие пожелания от махачкалинцев, отметив, что столица Дагестана готова принять переселенцев в случае необходимости. Тот гуманитарный груз, который собрали сегодня махачкалинцы, присоединяясь к той акции, которая у нас проходит по всей стране, в поддержку за наших, за тех ребят, которые сегодня воюют, передайте им славу, поддержке, благодарности. Каждый житель Донецка, каждый житель Луганска для нас родной, близкий, и мы сопереживаем той ситуации, которая у них есть. Надеюсь, помощь махачкалинцев внесет свой вклад в поддержку жителей Донецкой и Луганской республики, и мы еще раз будем проводить такие сборы, обязательно это передайте. И в случае необходимости, если будут, на самом деле, будет такое принято решение, что в рамках этой специальной военной операции вынужденные переселенцы примут такое решение о перемещении своего места расположения, то махачкала с распростертыми объятиями примет их и готова принять наших родных, практически для нас земляков, россиян. Здесь в машине более 20 тонн груза от продуктов до предметов первой необходимости и даже постельное белье. И как мы с вами наблюдали, за эти две недели неравнодушные махачкалинцы от предпринимателей до медицинского сообщества отозвались все. И вот наши коллеги все для транспортировки упаковали так, чтобы все доехало в целости и сохранности. Ко вчерашнему дню, когда машина уже практически была вся заполнена и продуктами, и продовольствием, организация поселка Ленинкент под названием Патриоты Ленинкента организовались и привезли целую газель продовольствия, которые мы доукомплектовали в нашу большую рушу. Массовая зарядка, спортивно-оздоровительные мероприятия и культурная программа. Так в Махачкале отпраздновали Всемирный День Здоровья. Более тысячи человек приняли участие в спортивном фестивале, организованном Министерством Здравоохранения совместно с Министерством по физической культуре и спорту Республики на стадионе имени Симбаева. Это мероприятие традиционно проводится каждый год 7 апреля. Фестиваль позволил всем желающим объективно оценить свою физическую форму, получить советы по правильному питанию и пройти экспресс-медосмотр. Ежегодно мы отмечаем его не случайно на стадионе, на спортивной площадке с нашей молодежью, чтобы понимать, насколько мы сегодня будем вести здоровый образ жизни, настолько завтра мы дольше и качественнее проживем. И поэтому это мероприятие всегда у нас проходит торжественно, празднично, привлекаются студенты, студенты всех вузов, и в обязательном порядке оно проходит с концертной программой, потому что, наверное, хорошее здоровье, долголетие – это и спорт, это и песни, это и танцы. И сегодня есть возможность пройти обследование, для этого здесь передвижные лаборатории, обследование со стороны системы кровообращения, со стороны офтальмологии. здесь же у нас передвижной пункт для проведения обследования от наркологического диспансера, то есть каждый может для себя принять решение, пройти обследование и присоединиться к нашей сегодняшней акции. Акции за здоровый Дагестан, за здоровое молодое поколение. Физическая культура и спорт напрямую связаны со здоровьем. Медицина сегодня Минздрав всегда участвует на наших мероприятиях, поэтому мы всегда совместно делаем эту работу здорового образа жизни для нашей молодежи и стараемся, чтобы как-то их поддержать. Всемирный день здоровья на неделе отметили в историческом парке «Россия. Моя история». Здесь для детей и взрослых была проведена зарядка и комплексный осмотр у врачей, а также организован конкурс рисунков. Подробности в сюжете Ларьяны Шамхалаевой. Красные точки видите? Не пришуриваться. Легкий ветерок будет, не бойтесь. Так врач-офтальмолог измеряет внутриглазное давление. Людям, достигшим 40-летнего возраста, специалисты рекомендуют проходить это исследование хотя бы раз в год для распознавания глоукомы на ранних стадиях. Сегодня в День здоровья врачи из ГКБ-1 проконсультировали около 300 пациентов бесплатно и по многим другим направлениям. Мы выявляем, определяем уровень глюкозы в крови. При необходимости, при повышении определенного уровня может быть направлен на консультацию к эндокринологу, на дополнительное тестирование. Мы сегодня взяли свой аппарат, который проводит спирометрию. Он позволяет оценить функцию легких. Выявляются различные нарушения на ранних стадиях. Также у нас есть рефрактометр здесь, который позволяет оценить остроту зрения. Кроме того, у нас измеряем сатурацию, измеряем артериальное давление. Многие люди, страдающие гипертонической болезнью, то есть повышенным артериальным давлением, они не понимают, насколько это серьезный фактор риска развития инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых катастроф. Плантоскоп, аппарат, который он использует, он позволяет оценить тоже функциональные особенности стопы и скорректировать, предложить какую-то коррекцию, если она необходима в виде специальных ортопедических стелек и так далее. Главный принцип акции «Здоровье для всех», чтобы любой желающий, несмотря на социальные и экономические условия, получил доступ к услугам здравоохранения. Для нас День здоровья – это традиционное мероприятие, мы второй год уже его проводим. Всегда начинается все с зарядки, рисунки детей на асфальте, просветительская лекция, врачи читают лекцию о важности гигиены и элементарных здоровья. В этом году мы в сотрудничестве с ГКБ-1 пригласили специалистов. Махачкалинцы идею с приглашением профессиональных специалистов оценили и даже обещали прислушаться к рекомендациям. Проходила мимо, увидела, что здесь проходит такая акция, решила воспользоваться данным случаем, проверила и зрение, кардиограмму, также легкие проверила. Мне очень понравилось то, что такое организовывают в нашем городе. Мне дали рекомендации, также сделали расшифровку всех показаний. В принципе, все хорошо, я довольна. В это же время на улице для малышей был организован конкурс. Ребята рисовали планету, солнце, цветы, людей. Главный посыл этих детских картин – мир, дружба, здоровье и, соответственно, счастье. Землю видит цветка. Она символизирует у нас то, чтобы растение, природа было чисто и оставалось такой же красивой. Вообще, в День здоровья я хочу пожелать, чтобы все были здоровы и счастливы. Все участники конкурса получили сладкие подарки и воздушные шары. Лариана Шемхалаева, Магомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. И к спортивным темам. Более полутора миллионов дагестанцев на регулярной основе занимается физкультурой и спортом. Такие цифры были озвучены на расширенной коллегии Министерства по физической культуре и спорту Дагестана, в ходе которой ведомство подвело итоги своей работы за 2021 год. Стоит отметить, что за прошедший сезон дагестанские спортсмены добились заметных успехов на крупных международных соревнованиях. Тему продолжит Курбан Драгимов. Высокие показатели, новые победы и плодотворная работа в развитии физкультуры и спорта. Несмотря на пандемию, 2021 год выдался для дагестанского спорта успешным. Перед началом коллегии награждали отличившихся спортсменов. Мусе Таймазу вручили удостоверение заслуженного мастера спорта. Победитель паралимпиады в метании клаба после триумфа в Токио готов к новым вызовам. Это высшее звание в спорте, заслуженный мастер спорта. Я думаю, что продолжая в том же темпе, как я сейчас тренируюсь, на все воле Всевышнего, конечно, но я хочу не закончить на этом. Я продолжаю тренироваться и если нас допустят в Париж, то там уже больше, ну, результат больше показатель. В итоговом докладе Сажид Сажидов отметил, главная задача ведомства создать спортсменам самые комфортные условия, развивать инфраструктуру и продолжать славные спортивные традиции. Так, в 2021 году на соревнованиях всероссийского и международного уровня дагестанцами завоеваны 2066 медалей. Из них 695 золотые. Какими будут итоги 2022 года, ответить пока сложно. Санкции не обошли стороной и спорт. Если не будут нас допускать таким международным стартом, нам будет, можно сказать, сложно и тяжело, чтобы у нас были такие ребята, на кого уравнялась и смотрела молодежь. Но мы должны совместно здесь сегодня придумать те мероприятия, те виды спорта на сегодняшний день, массовость, чтобы каждый человек, каждому, во-первых, были доступны спортивные объекты и, естественно, все люди могли заниматься спортом. Развитие массового спорта было и остается одним из приоритетных направлений ведомства. Эта работа позволила привлечь к занятиям физкультуры 1 млн 557 тысяч жителей республики, а это более 50% от общего населения. Сегодня в республике уже больше полутора миллиона людей, которые систематически занимаются спортом по нашим подсчетам, поэтому надо, я думаю, поговорить и об этом и говорить о дальнейшем, того, чтобы большее количество людей занимали спортом, дети занимали спортом и какие условия для них надо создавать и что мы будем делать, что нужно, что нам не хватает. Я думаю, такие коллеги, общения, они нужны, потому что порой мы не все видим, все не замечаем, а тут можно обсудить обо всем. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных. Магомед 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 М